И сейчас я представлю вам нашего следующего выступающего. Это Ливика Симоль. Она является одной из основателей и директор школы Святого Иоанна Богослова. У нее за плечами 30-летний опыт преподавания и руководства лучшими школами Эстонии. Она работала и в гимназии Хуга Трефнер, участвовала в создании школы Рокальмары, Центра индивидуального обучения в воде, детского сада Вески Мельдре. Она является тем, кто вдохновил на работу очень много молодых, новых учителей. И я полагаю, что мы многому можем у нее научиться. Дорогая Ливика, пожалуйста, тебе слово. Сегодня профессор Сидоркин выступил. Спасибо ему большое, потому что он как раз коснулся этой темы, которая нас очень касается. Попал в десятку, потому что в педагогике отношения – это самое главное. И поэтому очень рада я слышать, что мы как раз на одной волне. Вначале я бы рассказала одну историю, которая случилась где-то месяц назад. Я разговаривала с одним нашим бывшим учеником, который 9 лет учился в нашей школе. И по уважительным причинам, после окончания основной школы он ушел в другую гимназию. И я спросила у него, ну, расскажи, как у тебя дела там в другой школе. Ну, это очень хорошая вообще гимназия здесь, престижная. Он рассказал то, другое. Ну, потом сказал, там нету людей Анри вообще. Анри – это один из наших коллег. Я спросила у него разрешение, могу ли я использовать его имя. То есть я пыталась, ну, другое какое-то имя придумать для этой истории, ты, ну, мать и так далее, но как-то не звучит. И выражение «люди» Анри мы тоже никогда не слышали. Я спросила у этого ученика, что ж такое. То есть это, может, клуб у вас какой-то. И этот ученик сказал, там нету таких учителей, которые не ведут себя как учителя. То есть там в моей новой гимназии все учителя ведут как учителя. А в вашей школе все люди Анри. Я спросила, что они что, не учители у вас или нет? Нет, они как раз все учителя. Но они что-то другое. Люди Анри делают школу в школе или из школы. Создают школу в школе. Я полагаю, что это значит нечто такое, что в школе все люди. Когда я начала в школе работать, я думала обо всем, чтобы у нас было все свое. И кухня своя, и уборщики свои и так далее. Не только, чтобы профессиональный учитель был. Я думала обо всем. Например, бухгалтер. Это все наша школа. Мы все влияем друг на друга. И все, что мы делаем, заражает друг друга. Что-то кому-то передается. Либо это примером для кого-то является, либо каким-то камнем преткновения. То есть это значит, что мы все учителя, мы все, кто в школе. И сейчас мне кажется все больше и больше, что это, может быть, банально звучит, но что мы здесь в первую очередь люди. И совершенно равные. Либо ты в первом классе, либо в кухне работаешь, либо ты учитель. И вот эти люди Анры, я полагаю, это свобода быть личностью. То есть это возможность быть свободным человеком со своей уникальностью. И когда этот человек, выполняя свою работу или живя своей жизнью, играет. Это значит, что у него есть естественные правила и границы какие-то, но у него есть какие-то бесконечные уникальности и свободы. Вот такая вот история о людях. В данный момент в нашей школе. Я буду говорить о людях внутри, в отношениях и снаружи. И я буду как бы двигаться сзади вперед, потому что это все в жизни так и происходит. Потому что мы тоже начинаем движение где-то издали. И потом, благодаря хорошим отношениям, попадаем внутрь. Наша школа действительно была маленькая, как маленькое дерево, которое выслое из горчачного зерна. 50 квадратных метров 30 лет назад, 30 учеников. И вот какое дерево из этого выросло. И поэтому эта школа всегда была в первую очередь опытом роста и в качестве качества и количества. и она все время живет. И я могу сказать, что этот путь, который мы шли, это кто, а не что. Это опыт всех действий на этом пути. Когда после долгих поисков мы нашли вот этот участок здесь, и когда начало строиться это здание, у нас стал возникать страх наверстать упущенное. То есть думали, действительно, это уже наше место. И вообще, что будет впереди, страх возникал. Я очень высоко оценила вот этот опыт нашего путешествия по этому пути развития нашей школы. То есть со всеми неопределенностями, когда мы не знали, что из нас получится. Но, к счастью, получилось все наоборот. И вот этот страх наверстать что-то сменился радостью. То есть мы поняли, что у нас еще все впереди, что мы стоим в начале большого пути. И даже сегодняшняя конференция – это тоже как такая игра, где забивают гол ворота. То есть мы чувствуем, что это событие, в котором все участвуете. Вы пришли, пришли на конференцию, чтобы помочь нам с выражением своих идей, принести свою энергию. И, может быть, это как раз один из таких краеугольных камней, от которого начинается наш дальнейший путь. И что же это ощущение, чувство начала пути содержит? Это то, что у нас замечательное здание, возникновение которого я не могу просто даже объяснить. Вот самый главный, кто тут виноват в построении этого здания. Но в любом случае это удивительно. То есть построить это здание, мы до сих пор удивляемся того, как это все удалось. И я теперь поняла, что вот этот материальный дом, материальный дом, значительно легче построить, чем то, что в этом доме. То есть это та атмосфера, те отношения, которые в школе существуют. Именно этим мы обозначаем понятие школа, то есть физическая школа и какие-то опыты, какие-то отношения между людьми, которые оказывают на них взаимовлияют на этих людей. Это дух школы. Может быть, 10 лет назад у нас еще мы были как раз... Вот этот дух школы был более концентрированным. И если говорить, например, о том, что говорили... Говорят, родители говорят, что концентрат наш, то есть мальчика школа увеличилась, то есть концентрат немножко слабее стал. У нас два этажа уже теперь. И нам, конечно, нам сказали, да, вы не только здание построили, но вы перевезли сюда все вещи, коробки, ящики, но и перевезли сюда атмосферу школы. И, знаете, когда вот дерево или какое-то растение пересаживаешь по мере его роста в следующий, больший горшок, то, может быть, и мы проходим вот этот путь сейчас. Мы сейчас живем в большем здании. И сейчас в этих новых стенах мы сами тоже должны меняться. Я понимаю, что это изменение пока еще не совсем наступило, но оно должно произойти. Ну, а теперь к теме. Поле. Значит, человек внутри, в отношениях и снаружи. Итак, давайте двигаться, так сказать, сначала и снаружи внутрь, через отношения. Сверху вниз и затем снизу вверх. Поле – это форма материи, которая вызвана некоторым особым свойством какого-то материального тела. Например, каждое материальное тело своим существованием индуцирует гравитационное поле. В теориях макромира поле является средством описания свойств некоторой непрерывной среды. Красическими полями являются, например, поле температуры, поле скоростей и силовое поле. Теории микромира имеют дело с элементарными частицами и их взаимодействием с фундаментальными квантовыми полями. Если вы понимаете, я тут порылась в физике и поняла, что мы являемся отражением… зеркалом в зеркале, для зеркала. Все, что происходит здесь, у нас, в нашей материи… Все становится видимым из-за невидимых законов физики. Пространственное распределение поля списывается функциями пола, которые, вообще говоря, зависят как от пространственных орденов, так и от времени. Если функция поля не зависит от времени, поле называется тогда статическим. Наше поле или поле школы зависит от времени, поэтому оно не статично. И если свойства поля не зависят от координат, то тогда получается однородное поле. Школьное поле является гетерогенным, оно зависимо. И поэтому школьное поле каждый день напоминает нам лото-бинго. Хаотическое такое движение шарика в этом лототроне. но поле можно охарактеризовать с помощью потенциальной энергии этого поля. И это то, что сегодня больше всего меня интересует и что заставляет меня задуматься о том, как же правильно жить вот здесь в нашем новом поле. раньше мы знали, что мы куда-то движемся в каком-то направлении, но то, как мы здесь вот живем или будем жить, у нас сейчас еще как бы представлений особых нет. церковь учит, в материи и пространстве есть огромный потенциал, потенциал трансформации и изменений. И церковь также говорит, что к этому человек призван. синергия божественного фактора и человеческого фактора это все начало большого изменения. Сегодня утром на конференции участников уже сегодня цитировали мысль преподобная Серафима Саровского про седуха святого и тысячи вокруг тебя спасутся. И здесь естественно вспомнится мысль, которую мы 10 лет назад выражали. То есть учителя давали задания, ученики писали работу, учителя проводили беседы и так далее, обычную работу. Это только небольшая часть работы. Большая работа или главная работа, которую вы ведете, это работа в ваших сердцах. Силовые поля визуализируются с помощью силовых линий. И действительно мы их видим и мы их сейчас пытаемся сами представить, изобразить так, как в рамках культуры, которая нас устраивает. сила полей определяется как сила, которая поле воздействует на объект контроля. Неидеализированные тела влияют на поле. И основной проблемой при изучении квантовных полей является появление и сохранение самых различных явлений бесконечности. А теперь в божественном плане. Здесь мы, конечно, можем понимать следующее. Энергия Святого Духа живет в духовных людях. По святителю Григорию Паламе духовный человек это новый человек, который изменился внутри, который изменился благодаря возрожденной благодати того же Духа. То есть и вокруг него изменяется и поле, изменяется среда, где другие растут, движутся и живут. Божественная энергия это один из двух способов бытия Бога. Один в недоступной глубине его личного бытия, которая есть неисокремая любовь и троица, а с другой стороны Бог в полной самодаче в его везде сущности. Для человеческой природы единственная возможность связи с Богом является та, которая усиливается по благодати. То есть человек может стать человеком, если он оставит или уйдет от автономии и обратится к освобождающей теаномии, которая восстанавливает утраченное общение с Богом. Уже не я живу, но живет во мне Христос, так сказал апостол Павел. Всегда существует такое напряжение между христианской школой и миром. И именно когда нужно обратиться к этому. И вот этот вопрос о взаимоотношениях с миром всегда есть это напряжение. Святитель Сафрон сказал, очень трудно согреться одной каплей воды в ледяном море, но однозначно школа христианская это идеальная школа, хотя идеала очень трудно достичь. И сейчас я прочитаю Святой Порфирий сказал он мечтал о том, чтобы обслуживать больных. Он начал работать с больными в больнице и оказался в такой в то есть перед этой больницей громко очень много звука было там был какой-то магазин с графоном где очень громко музыку пускали и кроме того там был вокзал рядом где там сигналы автобусные делали в общем очень большой шум был и не не пускал музыку не включал музыку но он сказал что это мой бизнес и мне нужно семью поддерживать и с этим шумом я могу их содержать и вот я не прошу никакого чуда мне стыдно я решил поститься три дня не вкушая даже воды и эти три дня провести в совершенном молчании и молитве ожидая ответа Божия и ответ пришел когда я был церкви святого Герасия приходили разные люди что и поставят свечки в какой-то момент входит женщина с ребенком ребенок был вероятно учеником первого класса гимназии в руках у него были школьные учебники и один из них был по физике я попросила у него учебник чтобы посмотреть просто из любознательности я всегда любил что-то интересное посмотреть это было моим обыкновением я листал книжку и страницу где был показан следующий физический опыт спокойную воду озеро образают маленький камень вода теряет свое спокойствие и покрывает рябью на небольшой площади если потом бросить камень побольше то рябь будет больше и на большей площади новые волны заглушат прежние в тот момент мне и пришел ответ на мою дилемму это было просвещение от бога я подумал следующее маленькая ряб песен застенными церкви может быть поглощена большими волнами в кавычках от усердных молитв которые произносятся в церкви в тот же миг в уме у меня явственно прозвучало если ты служишь в церкви литургию и ум твой в боге то кто может помешать тебе я так и приготовился поступить при служении литургии я предавался любви христовой с великой ревностью и большим духовным напряжением совершал драму божественной литургии страшную драму голгофы радость моя была безмерна я поверил в то что бог разрешил мою проблему действительно воскресенье утром я пришел в церковь исполненной надежды дал возглас благословен бог наш ум мой был сосредоточен на только одной службе и только я ощущал себя на небе а внизу рядом со мною молящиеся словесные овцы божии божественной благодати я ощущал всех нас снаружи бешено играл граммофон я ничего не слышал впервые я пережил такую божественную литургию это было самая прекрасная литургия в моей жизни и с тех пор все божественные литургии были такими учителя и в такой школе работают среди граммофонов но должны обучать миру и спокойствию мир неразрывно связан с человеком как местом бога по этой причине призвание человека заключается в его личной свободе стать другим по отношению к миру не для того чтобы отказаться от него но для того чтобы принять его придать ему смысл дать ему возможность быть в согласии с его тайной сакральностью или другими словами преобразовать его когда человек меняется меняется и мир вокруг него если не нравится мир начните менять меняться сами маэстро арбитер сказал когда наше внимание на миллиметр будет приближаться кому-то от нас кому-то то это имеет очень большие космические результаты конечно человек является духовной осью всего творения всех его уровней и путей поскольку он сумма вселенной и образ божий поскольку бог стал человеком чтобы соединить себя со всем миром и если говорить о вот этих изменениях которые происходят это влияет не только на одного человека но и на всех людей вокруг этого человека это является таким важным владимир лоски сказал что личность может быть воспринята и постигнут только в личном взаимодействии во взаимности во взаимном общении ипостаси триединого бога в открытости которая превосходит непроницаемую банальности индивидуального мира и отец андрей лаут участвующий конференции несколько лет назад сказал что способность быть в отношениях приводит к большим изменениям в нас самих изменения которые означают что образ божий в котором мы созданы все больше раскрывается мы начинаем так сказать позволять образу бога сиять отражаясь в том кто мы есть на самом деле когда другие открывают для себя любовь бога к нам мы открываем свою истинную человечность человек это прежде всего человек внутри себя как мы видим в письме Петра пусть сокрытое человеческое сердце красота непоколебимого и молчаливого духа неподкупности будет вашим украшением достойным многого в очах божьих поле влияет на отношения и установки а также на внутреннего человека от которого в свою очередь импульсы отражаются в отношениях а также формируют поле школы или атмосферы и культуры самым влиятельным фактором является молитва молитва друг за друга то есть молитва учителя за учеников потому что внутри у нас существует закон о закрытых сосудах и конечно теперь я попросила учителей записать мысли детей своих учеников в том что происходит в них и вокруг ученики второго класса пишут я живу такой тайной жизнью в сердце я мне нравится терапия я живу замечательной жизнью но иногда я смеюсь иногда я плачу я хочу проводить больше времени с семьей иногда мне нужно просто тишина мне нужна дружба и любовь внутри меня есть что-то что меня печалит я не знаю почему четвертый класс мое тело чувствует чувствует себя как большая тюрьма потому что мне нужно переживать издевательства каждый день и мне это не нравится потому что потом я просто выливаю всю вот эту злость на своих родных на своих родных я хочу чтобы это поменялось мое сердце это как фронт между ненавистью и любовью и конечно это влияет на моих друзей и на любовь и дружба изменяет во мне многое мои эмоции мои отношения мои мысли и в школе очень важны отношения и если бы отношения с девочками в классе были лучше в школе было бы все хорошо внутри у меня как футбол я радуюсь футболу мне нужно больше футбола шестой класс я живу достаточно сложной жизнью я чувствую себя одиноким человеком я мне не хватает сестры и свободы можно сказать что мои отношения можно описать или печально или радостно в то же самое время я хочу быть радостным я хочу заниматься чем-то вместе с родителями мне нужна любовь я очень много научилась от своих соучеников у меня хорошее отношение с ними у меня много друзей и я себя не чувствую в классе одиноким и что на меня повлияло именно социально что происходит в социальных сетях и конечно это не связано с тем что происходит в моей жизни но это просто влияет на меня видите как печально время заканчивается давайте еще раз прочитаю что-нибудь седьмой класс я живу хорошей жизнью бог близок мне он со мной всегда и везде помогает мне поддерживает меня иногда опять я чувствую печаль иногда я вижу что я закрываю себе и я веду себя так как хотя другие я хочу вести себя так как я хотел бы и многие говорят как мне одеваться как как вести себя но друзья есть и они сохраняют твои тайны мы конечно чувствуем драму происходящую в нашем классе но уже с начала года я чувствую усталость и каждый учитель говорит что вот урок данного учителя самый важный мы приходим в школу и просто садимся за парты они ничего не объясняют нам или объясняют но я ничего не понимаю в детстве все было легче мне не хватает этого времени когда я был очень маленьким мне радовало все маленькие вещи а теперь это не так я думаю что что мне нравится это красота да красота замечательно иногда я занимаюсь чем-то своими сверстниками но что самое важное это близость и любовь восьмой класс самое важное отношение можно охарактеризовать доброжелательностью я чувствую доверительность и я благодарен своим друзьям мне мне не хватает моего друзей детства тогда у меня было очень много друзей сейчас мне нужен человек и люди которые будут относиться ко мне хорошо как мои друзья десятый класс я знаю что я живу такой жизнью когда не обращают внимания на свои личные потребности но теперь я начинаю контролировать свою жизнь потихоньку мне интересуют мои отношения с дорогими людьми в порядке и мои потребности здоровья психическое здоровье деньги все в порядке или нет теперь я не обращаю внимания на мнение других людей являюсь ли я популярным мне это неинтересно я хочу проводить больше времени своими близкими людьми ходить на тренировки и думать о том что произошло со мной за день конечно печали очень много но так происходит жизни подростков и самое важное это то что вы есть существуете для других что вы что те люди не одни конечно внутри школы вы проводите жизнь с другими людьми некоторые мне не нравится я не хочу их видеть но есть люди которых я хочу видеть каждый день я замечаю что есть много групп которые мне не нравится но тем или иным способом я могу через какой-то пост увидеть я ненавижу таких людей но я работаю над собой чтобы не ненавидеть и если я нахожусь вне школы то я чувствую тепло других людей то есть да вот так в таком универсальном мире конечно опыт людей очень важен и мы находимся в реке мы плывем по течению и мы хотим нести то что происходит почему мы приехали сюда в киви мяя в письме Петра приходя к нему живому камню который хоть и был народом признан негодным однако стал избранным и драгоценным в очах Божьих будьте живыми камнями для строительства духовного дома и так жизнь камням спасибо спасибо левика может быть кто-то хочет задать вопрос про комментарии прокомментировать что-то или может быть опытом поделиться тишина тогда у меня вопрос левики как 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 древний Рим повлиял на на жизнь пожалуйста можешь прокомментировать на опыт жизненный мы 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 это пережили все вместе как школа достаточно легко то есть мы мы знаем что во всем мире из школ очень много учеников ушло недавно я была в Хелестинке на семинаре и там ученые в сфере образования делились своим опытом и действительно они они озабочены тем что очень многие дети вообще выпали из школы и не ходят в школу и вот опыт коронавируса собственно спас наши отношения как-то мы мы собственно стали создавать сеть сразу с учителем договорились сеть создать и мы все договорились о том кто для кого то есть кто для учителя и учитель для кого то есть создали мы такие линии отношения чтобы они работали конечно же мы тогда научились узнали друга друг друга лучше и многие дети узнали что они интроверты что им лучше подходит такое удаленное обучение то есть в таких стандартных условиях у него не было возможности для того чтобы учиться самостоятельно или в одиночку где-то я полагаю что очень много нам помогло то что мы подумали об этом опыте когда мы начали с детьми об этом говорить в любом случае я бы сказала что этот опыт что от этого опыта мы значительно улучшили наши отношения разобрались в отношениях у нас у нас конечно же однозначно возросла страсть и желание быть в каких-то отношениях иметь отношения друг к другу еще у нас есть время на один вопрос пожалуйста с удовольствием заслушивала ваш доклад и у меня такой вопрос это же трудный вопрос что нужно делать нам в глобальном кризисе когда мы создаем вот какое-то такое универсальное поле и мы должны как бы конкурировать с другими глобальными такими полями которые сегодня в виде кризисов существуют в мире а с другой стороны мы должны быть должны сосредоточиться на иконе на Иисусе Христе то есть как нам сохранить в памяти то что существовало еще до начала времен и направляло все наши жизни и как нам избежать вот этого такой волны которая нас удаляет от всего этого то есть как нам поддерживать все хорошие религиозные такие положительные волны и противостоять всем современным волнам например кемтотехническим противостоять таким техническим полям которые нас сегодня удаляют или уводят от от духовных полей и большое вам спасибо что вы справляетесь с этим мне сложно ответить на такой объемный вопрос но я бы хотела сказать следующее когда мы 10 лет начали нашу школу то есть все все это выглядело в качестве гипотезы что каждый христианский универсальный христианское понимание практики они они универсальны что все люди созданы по подобию Божьему и сегодня большая часть наших учеников и учителей они из семей которые не связаны с нашей церковью но такая синергия все таки работает я полагаю что глубоко какой-то корень существует такой совершенно универсальный и с учетом того что сегодня один кризис за другим следует экономически энергетически здоровье и климатически и так далее что может быть это просто поляризация всего именно после кризиса с короной может быть это все подействовало на мир так что где-то может быть и возникло какая-то возникло так что и война не 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 случилось и из противников возникли или противники превратились в друзей и я полагаю что любви в мире стало очень мало и шаг навстречу друг к другу он должен быть нам и нам этот шаг нужно сделать и если мы начнем с собственных семей среди своими друзьями и так далее то это эти кризисы и отрицательные вещи в мире тоже исчезнут спасибо перейдем дальше спасибо левика Продолжение следует...